Мы находимся возле торгового центра «Охотный ряд». Только что здесь, при поддержке федерального проекта «Трезвая Россия», был произведен антиалкогольный рейд «Контрольная закупка» в рамках мониторинга исполнения закона, запрещающего продавать алкоголь несовершеннолетним. Член общественной палаты Султан Хамзаев и его федеральный проект «Трезвая Россия» регулярно проводят рейды, выявляя нарушения законодательства. Федеральный проект «Трезвая Россия» с определенной долей периодичности проводят такого рода акции под названием антиалкогольные, антитабачные рейды по факту выявления продажи алкоголя несовершеннолетним, по факту выявления продажи алкоголя в неположенное время, по факту выявления суррогатного алкоголя или на так называемое правонарушение курения в неположенных местах. Для нас это принципиальная практика. Мы считаем, что любого рода закон принят, тем более таки социально важные законы, должны общественными организациями проверяться в рамках федерального закона об общественном контроле. Для проверки ответственности сотрудников был выбран торговый центр «Охотный ряд». Выбор не случайный, ведь он находится в самом центре столицы. Рядом Красная площадь, Кремль и Государственная дума. В рамках закона об общественном контроле мы сейчас будем проводить в рядом расположенном магазине антиалкогольный рейд. То есть это контрольная закупка, когда несовершеннолетний гражданин будет выявлять факт продажи алкоголя несовершеннолетним. Прошу заметить, что напротив расположена Государственная дума Российской Федерации, где принялась закон, а мы с точки зрения общественной палаты будем как раз мониторить их. Сейчас мы заполняли документы. Документы в первую очередь находятся в папке «Согласие родителей несовершеннолетнего». Это тот документ, который родители подписали дома, что они разрешают несовершеннолетнему участвовать в такого рода акциях. Помимо всего прочего, сейчас заполнили при понятых акт приема передачи денежных средств, откуда у несовершеннолетнего как раз есть деньги. Поэтому вот я при камере передаю денежные средства несовершеннолетнему. И на эти средства он будет проводить контрольную закупку, в ходе которой как раз эти деньги обратно будут возвращены. Будем ждать возврата их. Ресторанный дворик находится на самом нижнем этаже центра. Практически в каждом кафе можно купить пиво и напитки с содержанием алкоголя. Мы решили проверить одно из этих кафе. Участник рейда попросил продать ему два бокала пива. Продавец пробила напитки в кассе и отдала молодому человеку, даже не попросив предоставить документы, подтверждающие его возраст. Так в ходе рейда съемочной группой была зафиксирована продажа алкоголя несовершеннолетнему гражданину. Меня зовут Григорьев Эдуард. Только что в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» был совершен антиалкогольный рейд, по ходу которого мне продали алкоголь, как несовершеннолетнему. Продавец не спросил никаких документов, удостоверяющих мой возраст. По факту была вызвана полиция, которая зафиксировала факт административного правонарушения. И продавец уже направлен в отдел, и ей будет выписан штраф в размере от 30 до 60 тысяч рублей. Это лишь единичный случай, который удалось зафиксировать проекту «Трезвая Россия». А ведь каждый день таких правонарушений происходит огромное количество. Подобные рейды доказывают, что халатное отношение продавцов к своей работе может повлечь за собой тяжелые последствия. После проведенных рейдов с начала года, имея определенную аналитику, мы можем ответственно и экспертно заявлять, что на сегодняшний день единственное изменение, которое может быть в законе по вопросу, связанному с защитой подрастающего поколения от алкогольной проблемы, экспансией мы это называем, это безусловно, я бы не назову это ужесточение законом, но совершенствование той законодательной базы, которая есть, какая именно. Это отзыв лицензии за повторную продажу алкоголя. Все, других законодательных рычагов не будет. Увеличение штрафов, уменьшение каких-то других вопросов, связанных не просто с контролем, а с ограничениями, это все не дает никакого эффекта. Бизнес наводит порядок тогда, когда он понимает, что он может потерять прибыль. И единственная возможность подвести под возможность бизнеса для правильного осознания этой проблемы, это безусловно отзыв лицензии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok